Девочки, всем привет! Сегодня к вам с новым видео. Сегодня будет не совсем обычное, не совсем привычное для моего канала видео. По крайней мере, ничего такого раньше я не снимала, но если вам понравится, то периодически буду снимать видео. И в таком формате сегодня мы с вами будем говорить про хитрости и приемы в макияже, какие-то лайфхаки, которые я использую чаще всего, которые работают на мне, которые иногда мелькают в моих видео, но про которые я никогда не рассказывала вам отдельно. Поэтому, если это может вас заинтересовать, естественно, оставайтесь. Если вы впервые попали на мой канал, еще раз здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Мы встречаемся три раза в неделю, делаем макияж, говорим про косметику, обсуждаем покупки, все, что нас интересует на данный момент. Поэтому, если это может заинтересовать и вас, естественно, присоединяйтесь, оставайтесь. Но мы, как всегда, без долгих разговоров начинаем. Поехали! Итак, девочки, я, как всегда, мой волшебный блокнот из FixPrice держу рядом с собой, потому что я выделила для себя, для сегодняшнего видео, пять приемов, которые я очень часто использую. И уверена, некоторые из них вы могли уже наблюдать в моих макияжных видео. Кстати, говоря про макияжные видео, лирическое отступление, этот макияж я выполняла в предыдущем видео, ссылочку оставлю вверху. Итак, говоря про приемы и лайфхаки. Первое, про что я хотела бы поговорить, это про то, что я очень часто делаю. И то, что, скорее всего, не попадало в мои видео, это прием, который 100% работает для сухой кожи. Смешивать тональную основу вместе с вашим увлажняющим кремом. Обычно я смешиваю в пропорции 50 на 50, и это дает мне дополнительное увлажнение. Приглаживаются все шелушинки на коже, которые у меня есть. У меня очень сухая кожа, особенно в отопительный сезон, особенно зимой. И плюс более естественно, натурально смотрится тон, более мягкое становится покрытие, более прозрачное, что ли. И это как раз-таки мне и нравится, когда моя кожа особенно нуждается в том, чтобы ее подпитать. При этом хочется видеть на себе тональную основу, которая как минимум стремилась бы к среднему покрытию. Поэтому этот прием использую очень часто. Смешиваю тональную основу, особенно густые, особенно матовые, которые у меня есть в моем арсенале, с моим любимым, либо обычным кремом увлажняющим, который у меня есть. Обычно в равных консистенциях, но естественно. Если вы хотите сделать более прозрачной вашу тональную основу, то крема придется добавить больше, тональной основы меньше. И наоборот, если совсем чуть-чуть для вас плотновато тональная основа, то можно добавить крема меньше и тональной основы больше. И тогда будет варьироваться и степень покрытия, круче способность и также, естественно, как это будет смотреться на вашей коже. Плюс этот прием отлично работает, если у вас есть матовые тональные основы, которые никак вы не можете приручить. Они вам кажутся слишком плотными, слишком густыми, но при этом не хочется выбрасывать продукт, не хочется, как говорится, выбрасывать деньги на ветер. Попробуйте также смешать вашу тональную основу вместе с вашим кремом. И я уверена, вам также этот прием пригодится и понравится. Дальше, девочки, следующий прием, про который я также не помню, чтобы я вам говорила, потому что очень часто, точнее, практически всегда использую накладные реснички. Но на повседневной основе, когда я не использую ресницы, когда не снимаю видео и чаще всего пользуюсь только тушью, я терпеть не могу, как мои ресницы смотрят постоянно вниз. Они у меня растут так по направлению вниз и вообще никогда не подкручиваются. Я никак не могу совладать с штучками вот этими, которые подкручивают ресницы. Вылезло у меня с головы, как называется эта вещь, которой зажимаешь ресницы и она их подкручивает. Прям никак я не могу с ней совладать. У меня сразу же начинает просто поток слез из глаз капать. И мне это очень не нравится. И плюс я не вижу ярко выраженного эффекта. То есть на мне они практически никогда не срабатывают. И для себя я нашла такой прием, такой лайфхак. Это когда я наношу тушь. Обычно я наношу именно два слоя. И ресницы еще такие немножечко влажные, немножечко остаточная липкость от туши присутствует. Я просто беру пальчиком и подкручиваю их и удерживаю в этом состоянии буквально 3-4 секунды. И вот этот прием срабатывает нура. Ресницы в таком же подкрученном положении остаются на весь день, потому что в таком положении они застывают. И все. Никогда потом изгиб, который вы с помощью пальчика придаете ресничкам, не одеваете. Единственное, что естественно на руке остатки туши остаются. Но это никакая не проблема. Можно пойти и вымыть. Но возвращаясь к ресницам, они 100% подкручены. Плюс они подкручены все. Нет никакой отдельной ресницы, которая как всегда стремится куда-то вниз или вбок уйти. Все ресницы под пальчик я подбираю и одним движением подкручиваю, удерживаю. И мои ресницы естественно становятся в один момент более подкрученными. Плюс они становятся более послушными, потому что, повторюсь, я их все собрала, так скажем, в одну стайку и все сразу же закрутила. Так, девочки. И следующий прием. Следующее, про что я бы хотела поговорить, это использование скотча. Это точно то, что вы видели достаточно часто в моих макияжных видео. У меня здесь обычный скотч прилеплен от уголка и по направлению к моим бровям. Обычный канцелярский прозрачный скотч я использую. Так, девочки, я не могу найти начало скотча, это просто какая-то миссия невыполнима. Видно, Даня его брал и раскручивал, потому что я обычно его так закручиваю для удобства. Не об этом, покажу вам обязательно, как я это делаю. Скотч у меня висит на протяжении всего моего макияжа, то есть я делаю макияж, все тушую, подвожу, довожу. И также, если мне нужно нарисовать стрелочку, использую подводку, подвожу ее по линии скотча и также веду к направлению моих ресниц. И у меня получаются две ровные стрелочки, и дальше я этот скотч просто снимаю. И вне зависимости от того, использовала я скотч для стрелки, либо просто для того, чтобы более графичная, более четкая получилась форма макияжа, если я такую идею преследую, то получаются две очень прямые, очень четкие графичные линии, плюс очень ровный получается макияж. Если вы стремитесь, как я, очень часто у меня вот эти вот мои направляющие, они падают вниз, и мой макияж уходит все ниже, ниже и ниже. Попробуйте прикрепить скотч, либо специальные полоски продаются, по-моему, у Эльф, производители, опять-таки, для макияжа. Они называются, по-моему, стики для макияжа, они уже в белом цвете. Попробуйте их использовать, они однозначно облегчат вашу задачу и в рисовании стрелок, и в выведении более четкой, более правильной формы макияжа. Так, девочки, и следующий прием, который я использую реже, но все-таки иногда такое бывает, что я оформляю сначала базу, сначала макияж лица, и далее перехожу к глазам. И иногда, опять-таки, моя тушевка уходит вниз, и все это смотрится не очень красиво. Естественно, не хочется мицелляркой разъедать всю эту красоту, которая была нанесена, не хочется разъедать вот эту вот зону. И плюс, если даже на подсушенную мицеллярную воду, которая здесь остается, даже если она полностью высохла, наносить любую косметику, она не будет смотреться так же красиво. Потому что вот эти остатки, которые впитались в кожу от мицеллярного средства, они все равно будут постепенно в течение дня разъедать макияж, разъедать косметику. Поэтому всегда рекомендую, если пользовались мицеллярным средством, удаляли какие-то остатки макияжа, если что-то осыпалось, например, на лицо, то дальше мицеллярную воду тоже нужно убрать с помощью, по крайней мере, какого-нибудь тоника, чтобы более приятную среду для вашего макияжа, для косметики создать. Поэтому да. Итак, возвращаясь к макияжу глаз, моя тушевка ушла слишком низко, мне не нравится, как это все смотрится, либо она слишком широкая стала. И опять-таки, не хочется мне ничего убирать с лица, хочется скорректировать только эти моменты. Я беру пушистую кисть, вот такую, например, от Бейли, но для меня это только эта кисть, потому что других таких у меня нет. Это пушистый и достаточно мягкий бочонок Бейли под номером 142. Также беру немножко консилера, желательно, чтобы этот консилер был матовый, по крайней мере, стремящийся к матовому, и плотный. Немного консилера наношу на руку и просто прохожусь по границам вот этой вот кистью вот такими движениями. Я ничего не вырисовываю, не сделаю никаких графичных линий. Если мне хочется сохранить мягкую тушевку, я просто прохожусь немножечко кистью с консилером и подчищаю, убираю на границах все, что мне не нравится. И консилер становится все меньше и меньше на кисти, можно все ближе и ближе подобраться к макияжу глаз и оставить мягкую тушевку и при этом сгладить все, что немножко ниже ушло туда, куда не надо. Либо если вы уже, например, заканчиваете делать макияж и где-то какое-то пятно, которое никуда не растушевывается, особенно если оно где-то здесь на уголочках, то опять-таки попробуйте немножко набрать консилера, желательно растушевать его, разогреть на руке и пушистой кистью пройтись рядышком и вы все это сгладите. Все это не будет так заметно и если тушевка у вас прям здесь совсем ушла в дымку, просто ушла слишком далеко, слишком высоко, то она вообще уйдет, она будет незаметной. И с помощью консилера и вот такой кисти все это можно будет сгладить. И последний прием, последнее про что я бы хотела с вами поговорить, это то, о чем меня спрашивают, наверное, под каждым моим макияжным видео, почему сначала глаза, потом лицо. Обычно так не делают. Я так делаю в 99% случаев как раз-таки потому, что тени всегда стремятся осыпаться, тушь всегда стремится осыпаться. Для того, чтобы избежать повторного нанесения, либо какой-то фиксации потом всего того, что осыпалось, я всегда сначала делаю макияж глаз и далее делаю базу, делаю лицо. Это мой самый просто любимый лайфхак, прием в макияже, который я, к сожалению, не слишком часто у кого-то вижу. Обычно сначала оформляют лицо, потом делают глаза, но всегда есть осыпание, просто это не показывают на камеру. Осыпание есть всегда у дорогих палеток, у более бюджетных палеток, тем более. Пыльные тени у Анастасии, пыльные сыпучие тени у Худы. Поэтому неважно, это Белор Дизайн, Рилуи, либо Худа Бьюти, либо Наташа Динона, все равно мелкие осыпания всегда будут, даже если использовать базу под макияж, даже если использовать базу под блестки. Особенно если, кстати, вы используете крупные, либо мелкие блестки и пигмент, все это осыпется вот сюда. И, возможно, это не будет заметно, когда вы делаете при обычных лампах, при обычном освещении, не будут заметны все эти шиммерные частички под глазами. Но, если вы станете непосредственно под прямые лучи солнца, вы выйдете на улицу, все это будет сверкать, мерцать, и здесь получится какой-то непонятный шиммерный участок, либо матовые оттенки осыпятся. Опять-таки, все это будет некрасиво, и либо вам придется заново переделывать макияж лица, либо придется все это подправлять очень долго, фиксировать консилером, и, опять-таки, будет потрачено гораздо больше времени, нежели вы просто сотрете все осыпания, уберете влажной салфеткой, либо ватным диском и метиллярной водой, и у вас будет чистая ровная база, на которую отлично будут ложиться все ваши тональные основы. Плюс вы не будете раздражать вот эту вот зону, которая очень тонкая, очень чувствительная под глазами, не будете лишний раз там базюкать, все исправлять, все это будет смотреться 100% более натурально, более красиво, более ровно, и макияж, естественно, будет держаться еще лучше, стойкость его продлится, нежели все это растушевывать и разъюзоливать тысячу раз. Так, девочки, это было все, что я вам хотела рассказать, чем хотела поделиться и показать в этом видео. Постараюсь снять часть с кусочками, где я демонстрирую то, про что говорю, для того, чтобы информация, естественно, легче воспринималась, всегда визуально все легче воспринимается, нежели чем на словах, плюс, как говорится, доказательства того, что эти приемы работают. Если вам понравилась такая рубрика, дайте мне обязательно об этом знать, поддержите меня комментарием пальчиком вверх, чтобы я знала, что такие видео вам также интересны, тогда постараюсь еще пятерочку насобирать и через пару недель продолжение такого видео снять. На этом буду с вами прощаться, огромное спасибо за просмотр, очень скоро мы с вами увидимся уже в новом видео, и всем пока-пока, до новых встреч!